Нарисуем любую фигуру. Вот мы ее разрезали, положим, что мы ее разрезали как-то на равной части. Понятно, что у этих частей площади равны. Что еще у них равно, кроме площадей, этих двух частей? Ну, соответствующие стороны, соответствующие линии. Да, ну, мы пока не знаем, где какие стороны будут соответствовать, но важно, что у нас периметр тоже равный. Да. Это очень интересное наблюдение, потому что из чего-то периметр, скажем, в данном случае нижней части, он стоит из вот этого отрезка и вот этого отрезка. А, ну, то, что делится пополам фигура? Да. То есть, соответственно, периметр фигуры общий. По периметру. Да. Периметр общей фигуры у нас поделился пополам. При разрезании на две равные части. И этим наблюдением можно очень эффективно пользоваться при решении задач. Разрезать фигуру на две равные части по клеточкам. Это все у нас клеточки. Смотрите, сначала надо показать, что вот эти два отрезка от прямугольника будут в двух разных частях. Это может быть необязательно. Они могут оказаться в одной части. Давайте попробуем возможность этим соображением про равенство периметра. Что это значит? Чему равен общий периметр фигуры? Восемнадцать. Восемнадцать. Да. Соответственно, мы можем все точки составить попарно. Скажем, вот эти точки. Будет, соответственно, симметричная точка, делящая фигурой пополам. Где-то в другой конце фигуры. Через девять отрезков. То есть, если мы отметим эту точку со мной единицей. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То здесь будет единица. Они соответствуют друг другу. То есть, если разрез выходит здесь, то он же выходит вот здесь. Обязательно. Соответственно, остальные вершины мы тоже можем занумеровать так же. Они тоже будут друг другу соответствовать. То есть, как любое деление фигуры пополам, у нас будет соединять две точки, обозначенных одинаковой цифрой. Но мы должны делить фигуру по линиям сетки на равной части. Поэтому, скажем, из единицы разрез выходить в принципе не может. Тут нет линии сетки. Сюда не выходящие. Поэтому можем сразу стереть единички. Точно так же можно стереть троечки, четверочки. Девятки. Да, девятка тоже на углу стоит. Шестерки можно стереть. Вот осталось у нас четыре варианта, где может проходить, как может проходить разрез. Но попробуем, давайте берем по порядку любой вариант. Возьмем, например, двоечка. Тогда у нас будет вот так разрезаться фигура. По началу, правильно? У нас, значит, в одной части окажется раз, два, три, четыре, пять, шесть цветок. В другой части окажется раз, два, три, четыре, пять, тоже шесть цветок. Две веточки непорядки чьи. Можно попробовать. Давайте вот это черное. То есть вот так сделаем разрез. Получились у нас одинаковые фигуры? Нет. Ну, тут сразу видно, что не получилось. Можно попробовать разрез провести по-другому. Эту сделать черной. Тогда вот так будет. И опять фигуры неравные. Значит, двойка неудачный вариант. Сотрем двойку. Возьмем следующий. Ну, скажем, пятерку по порядку. Вот так у нас разрез проходит. Правильно? Опять же, у нас большая часть леточек уже понятно, к какой части относятся. То есть, скажем, вот эти клетки. Они все к одной части относятся. Вот эти клеточки к другой части. Опять две клетки непонятные. Тоже можно попробовать два варианта. Если вот так сделаем. Фигуры получились опять неравные. Ну и второй вариант. Такой вот. Тоже тут неравные фигуры. Пятерку мы рассмотрели. Ну, осталось рассмотреть еще два случая. Ну, давайте. Восьмерку. Восьмерку, семерку. Ну, давайте по порядку еще рассматриваем. Давайте семерку. Значит, так у нас и так. И опять у нас. Одна часть уже шесть клеточек есть. В другой части шесть клеточек есть. Надо разобраться с двумя оставшими клеточками. Ну, один вариант. Вот так разрезать. Тут очень неравные. Другой вариант. Вот так разрезать. Вот равные. Тут, конечно, не сразу это понятно. Может быть. Но действительно получились равные фигуры. То есть мы вот одну фигуру можем зашлифовать. А, вот это. Вот здесь я зашлифовал личную клетку одну. Ну, да, получилось. Получилось разобраться на две равные фигуры. То есть вот это такой системный метод, который позволяет не пытаться угадать как-то, а планомерно. Преобразование, которое верхнюю часть переводит в нижнюю. Симметрия относительно прямой и параллельным переносом. Правильно. Надо действительно сделать симметрию относительно прямой с параллельным переносом. Называется скользящая симметрия? То есть так называемая скользящая симметрия. Вот это вот вполне понятный пример скользящей симметрии. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.